привет друзья и снова мы вместе не появилось ли у вас огромное желание вдохнуть аромат леса и познакомиться с королем грибов принято считать что трюфель в основном господствует только в самых роскошных ресторанах мира и специализированных магазинах возможно это так но в тускане не нужно быть богатым чтобы отведать этот деликатес сама природа на протяжении веков создала благоприятные условия для рождения самого загадочного в мире гриба мягкий влажный климат смешанные леса богатые минералами почвы вы найдете в провинции сиены и флоренции арецу и грузетто а знаете где в тускане трюфель прорастает в изобилии провинции пизы буквально в нескольких километрах от знаменитой падающей башни близ города сан миняту где их собирают круглый год поэтому отдыхая в тускане в любое время я жду вас на охоту за трюфелем а пока по просьбе моих друзей я расскажу об этом необычайно интересном грибе но перед тем как мы начнем хочу поблагодарить всех кто стали не только моими друзьями но и помощниками в поисках новых тем как примеру этот ролик который вышел благодаря вашим вопросам кто здесь впервые с вами ирина гид экскурсовод по тускане и мы находимся на моем канале который так и называется экскурс по тускане поэтому не медлите подписывайтесь у вас точно получится тапнуть на кнопочку а я пожалуй устроюсь поудобнее и будем начинать после того как вы насладились атмосферы наших исторических городов как пиза лука ливорно вольтера сан джиминяно сиена флоренция посетили музеи заглянули в замки и на винодельни где отведали отменное каберне совиньон пьянти и местное оливковое масло мы отправимся в иной волшебный мир полный легенд и загадок сегодня я покорю вас очарованием которое может дать только самый ценный бриллиант кухни ведь в любой точке мира многие готовы заплатить высокую цену за тальюлини или обыкновенную яичницу с трюфелем но в то же время многие до сих пор даже не обращают внимание на хороший ассортимент продуктов с трюфелем а возможно просто люди не знают как их готовить а ведь трюфель называют природной виагрой я не ошиблась ведь так оно и есть можете даже не сомневаться достаточно один раз вкусить а дальше осознаешь что он тебе начинает нравиться кто знает о нем знает и об эффекте представьте что трюфеля выделяют летучие вещества феромоны которые при в дыхании попадая в наш головной мозг благоприятно воздействуют на эмоциональное состояние и вещество анандомит оказывающее воздействие подобно марихуане может быть его свойства и преувеличены так часто случалось со многими продуктами в прошлом но ко всем его достоинствам это и мощный афродезиак многие великие однажды ощутив запах гриба колдуна были одурманены и не могли прожить и дня без трюфеля кидаясь в крайности и любовные приключения от него приходил в сумасшедший восторг римский император август казанова держал трюфель в кармане своего камзола а мадам де бомпадур в миниатюрном кесете чтобы этот странный запах распространялся при движении ее платья король франции карл 5 приказывал перед сном класть на подушку черные трюфели наполеон стал поклонником трюфеля после того как узнал о секрете плодовидности его солдата и о чудо после некоторых месяцев поедания трюфеля у императора родился наследник лорд байрон всегда держал свежий трюфель на своем рабочем столе и верил что грибной аромат стимулирует его творчество а александр дюма описывая свойства трюфелей придавал им особый статус они при известных обстоятельствах способны сделать женщину более ласковой а мужчину более горячим джоакино руссини большой любитель белого трюфеля говорил я могу сравнить трюфели только с оперой моцарта дон джуан чем больше их вкушаешь тем большая прелесть тебе открывается и плакал я всего три раза в жизни когда моя первая опера провалилась когда я первый раз услышал как играет погонение и когда фаршированная белыми трюфелями индейка упала за борт лодки во время пикника на воде а что писал александр сергеевич пушкин евгений онегине о роскошь юных лет французской кухне лучший свет конечно моду на трюфели мы переняли у французов во время отечественной войны в 1812 году попробовал французское лакомство наши дворяне ни в чем не хотели уступать французам и предприимчивые христиане 20 века обнаружили похожие грибы в российских губерниях трюфельный бизнес развернулся на такую широкую ногу что со всех губерний в петербург и в москву тянулись телеги груженные трюфелями для услады наших дворян трюфеля на руси искали с медвежонком потому что медвежата были у каждого помещика до революции в подмосковных лесах в сезон собирали до пяти тонн трюфелей их солили сушили жарили томили в глиняных горшках кушали почти как картошку и так до самой октябрьской революции пока кулинарные изыски не стали считаться буржуазными пережитками в россии сегодня встречаются два вида летнего трюфеля называются так же как и здесь в италии долгое время история трюфеля оставалась загадкой несмотря на то что о нем писали ученые философы и поэты их происхождение не было установлено известно что о трюфеле знали еще шумеры и египтяне и греки и этруски и римляне римский мудрец плений предположим плений старший в первом веке нашей эры в своей энциклопедии о природе естественная история называл его чудесным продуктом природы поскольку считал что он рождается и растет без корней в том же веке греческий философ ултарх рассказывал что трюфель родился в комбинации воды огня и молнии эта фантазия вдохновила римского поэта ювенала который приписал рождение трюфеля от молний брошенных юпитером около дуба священного дерева богов связь с богом юпитером известна в своей невероятной сексуальной активностью побудила великого врача и не менее великого писателя древнего рима клавдия голена подтвердить что трюфель обладает свойствами афродезийка по преданию именно греческая богиня венера подарила людям трюфель кстати нерон страстный поклонник трюфеля не уставал говорить что он питается пищей богов средневековые алхимики и маги предписывали трюфелям колдовские свойства а на протяжении многих лет трюфель считался пищи дьявола или ведьм до эпохи возрождения пока не появился как деликатес на престижных банкетах лукреция борджа и екатерины медичи екатерина привезла даже несколько экземпляров белого трюфеля и к французскому двору из своего родового замка барберина в шестнадцатом столетии в приморте и тускании поиск трюфеля считался дворцовым развлечением приглашали иностранных гостей и послов и скорее всего в этот момент пошла традиция использовать собак вместо свиней кстати во франции настоящее признание пришло к трюфелю только правление людовика 14 при дворе короля солнца трюфели подавали слегка подогретые и обязательно со свежими цветами известно что в 18 веке пьемонтеские трюфели короли собой использовали как дипломатические подарки рассылая по всем дворам и первые научные исследования тоже были установлены как раз в восемнадцатом столетии это был доктор викторию пику который дал определение белому трюфелю он назвал его трюфель могущественных отсюда его ботаническое название tuber manium pico а через сто лет итальянский ботаник и миколог а карло бетадини описывает многие виды черных трюфелей поэтому многие из них и носят его название в то же время во франции например после удачных попыток культивировать черный трюфель дубовыми плантациями засадили почти все регионы чтоб черный бриллиант кулинарии был доступен даже рядовому французу в то время как в париже его подавали только в аристократических домах и в ресторанах высокого уровня а в этот момент как раз вышла книга физиология вкуса знаменитого повара джан ансельбриянца варена который называл черный трюфель бриллиантом кухни но невозможно было бы попробовать этот лесной бриллиант без наших верных четвероногих друзей трюфельная собака это не просто дружочек который бегает около своего хозяина а главный герой охоты конечно хоть и принято считать что порода логоту романьолу имеет такой специфичный нюх заложенный от природы но порода в этом деле особой роли не играет главное это дрессировка и любой волосатый невысокого роста с хорошим нюхом и игривым характером может озолотить своего хозяина охотника многие спрашивают а кто же они такие эти охотники за трюфелями на итальянском трюфель звучит как тартуфо а профессиональные грибники называются тартуфаю и существует даже несколько семейств потомственных охотников за трюфелями все они входят в ассоциацию охотников существуют строгие региональные правила об охране территории и методы сбора а вообще это обыкновенные люди любящую природу животных их ежедневная работа этого поход в лес раннего утра вооружившись специальной лопаточкой и конечно же руководствуясь инстинктом их верных четвероногих друзей а трюфельная охота это всегда волнение и захочется запечатлеть каждое мгновение и разные эмоции вас будут переполнять пока вы его не найдете со стороны охота может показаться простой прогулкой по лесу в принципе для нас выглядит это именно так но для собак это работа правда в игривой форме они ищут среди множество запахов тот самый за который получает премию в то время как охотник очень внимательно следит за поведением собаки и когда в определенный момент почувствовав аромат и она начинает рыть землю на этом этапе как раз к поиску и подключается охотник чтобы сделать подкоп специальной лопаточкой аккуратно вытаскивали трюфель из земли и это настоящая эмоция собака получает лакомство от хозяева а мы удовольствие от общения с настоящим героем охоты этой прогулка и в то же время познавательный урок по дороге охотники с удовольствием рассказывают много интересного кстати у каждого охотника есть свой ритуал кто в начале года мочит собаки нос вином кто утверждает что может найти гриб постукивая палкой по земле кто ходит только в полнолуние в принципе что только не придумаешь лишь бы победить рекорд 1954 года когда артура галери не близ города сан миняту нашел самый большой трюфель весом в два с половиной килограмма или рекорд 2007 года когда христиану сабини и его веселый пес простой кстати породы року нашли трюфель гигант в полтора килограмма что такое трюфель это удивительное создание природы черный трюфель похож на шишку или на гриб сморчок а белый на молодой клубень картошки бугристой формы его непривлекательный вид окупается ни с чем не сравнимым сильным специфическим ароматом а рост зависит от среды обитания где на момент созревания должны идеально сочетаться и грунт и климат и влажность поэтому он может вырасти размером всего лишь горошину или чуть больше грецкого ореха или стать гигантом до более килограмма все стадии его развития проходят под землей причем они очень привередливые в выборе деревьев от которых впоследствии зависит их цвет вырастая на мелких корешках лиственных деревьев дуба тополя сосны лесного ореха они живут в симбиозе с деревом создавая грибницу и обменивая с ним жизненно важными элементами необходимыми для существования дерево питает трюфель кислородом а грибница обволакивает корни оберегая их от болезни такие как фитофтора неполезная растительность вымирая оставляет круг вокруг дерева такое чистое пространство благодаря которому корешки дерева получают больше влаги и минеральных солей грибники благодаря этому признаку сразу определяют места грибницы называя их таким ведьминым кругом почему же трюфеля так вкусно пахнут имеют такой вкусный аромат это настоящая стратегия выживания на нашей планете для продолжения вида и конечно же размножения в момент когда процесс роста и созревания заканчивается он начинает заявлять о себе из-под земли источая такой сильный аромат что вызывает усиленное половое влечение у лесных животных насекомых и млекопитающих споры трюфелей разносится по лесу с испражнениями животных кабаны и зайцы белки и птицы и даже муравьи слабость животных к трюфелям человек научился использовать конечно же в своих интересах когда-то ходили в лес со свиньями а затем надрессировали собак трюфели так приспособились такому способу размножения что созревая даже земля вокруг на несколько сантиметров пахнет и это очень важный момент поскольку процесс созревания закончился и он начинает умирать у охотника есть 4-5 дней чтобы его найти и не важно каких размеров важно чтобы он был твердый как камень все равно больше он не вырастет чем он уже вырос мы в тускане реально счастливчики из 70 разновидностей вообще известных в европе не все кстати между прочим желанные существует даже несъедобные экземпляры в италии присутствуют 9 разновидностей а на натуральную среду обитания целых семь видов несмотря на то что у трюфеля достаточно короткий сезон в тускане их собирают круглый год поскольку каждый вид созревает в определенное время года мы сейчас с ними немножко познакомимся это очень важно когда приедете и пойдете на охоту предположим с января по апрель ну в зимние и весенние месяцы созревает светлый трюфель бьянкетто или марцоло но сейчас мы в апреле то есть он еще есть можно найти традиционно его называют мартовский светлый трюфель или белый трюфель для бедных почему поскольку он как две капли воды похож на белый но менее престижей из-за не очень сильного аромата растет на корешках старых дубов меняя свой цвет в процессе старения такой от светлого до красного охристого в принципе кто не разбирается то даже не поймет что это не белый чистый также вот в зимние месяцы начинает свой ритуал черный трюфель все виды черного трюфеля имеют такую шишкообразную вот поверхность и когда набирают силу чернеют а мякоть она меняется немного от светлого до темно-коричневого но все равно внутри есть такие белые прожилочки в середине ноября до первых мартовских дней предпочитая скажем так холмистую местность но вблизи дуба обязательно благородный черный труфель и его братик черный труфель начинают свое развитие эти два вида стоят на уровне белого не их так и называют черные бриллианты созревая они наполняют ароматом скажем так похоже на мускатный орех а в весенние майские месяцы до августа когда яркое солнышко хорошо прогревает землю под орешником дубом каштаном тополем развивается черный летний называется скорционы имеет такую шишковатую поверхность и мякоть такой светло-коричневый потому что все-таки летом он растет и прожилочки беловатые а в последнюю неделю августа до конца сентября и октября прорастает унчинату тоже черный трюфель гурманы отдают предпочтение именно унчинату а потом черный трюфель передает свою эстафетную палочку самому ценному трюфелю осенью начиная с сентябрьского месяца вплоть до начала декабря когда леса с дубовыми и тополинами рощами переполнены ароматами красками а в воздухе чувствуется такая свежесть почва насыщена кальцием и магнием это очень важно как раз формируется благородный белый зимний трюфель который все так любят тартуфу бьянку или тубер маниум пико это его название его внешний слой приобретает такой кофейный цвет оттенки когда его разрежешь такие красноватые тоже прожилочки белые и при хороших условиях вообще может достигнуть от там от 300 грамм до килограмма ну и даже больше а трюфельный аромат это апофеоз всех запахов это опавшие листва влажные деревья мускатные нотки свежих орехов все это есть в трюфеле более интенсивной форме как видите тусканская земля нам дарит не только белые трюфель и каждый вид достоин внимания и приготавливается неоднозначно чтобы не потерять его вкусовые качества его состав представьте входят углеводы белки магнезий и потасий кальций вообще это мощный антиоксидант препятствующий агрессивности меланина на коже не имеет аллергических реакций вообще и легко усваивается организмом но самое главное условие это его свежесть если белый трюфель мы используем сырым просто натираем на специальной терочке то черный трюфель предположим унчинату лучше использовать разогретым к примеру приготовить ризотто поскольку только разогреваясь он испражняет такой свой деликатный деликатный аромат почти все семейные хозяйства имеют свою биолабораторию где приготавливают различные консервы которые потом мы находим на прилавках наших магазинов в консервированном или сушеном виде в соли в оливковом или сливочном масле смешанные с рисом или как вот с кукурузной мукой как я вам показываю сырые колбасы и все это с трюфелем согласитесь ну невозможно удержаться от желания купить эти натуральные продукты обычно после прогулки на дегустации можно полакомиться различными закусками а для любителей тусканского вина пизанская провинция будет настоящим открытием вы сможете оценить по достоинству местное вино кьянти и имеет категорию дёчи джи док и джи ти но называются пизанских холмов малоизвестные конечно российскому рынку но ничем не уступающими и кьянти и монтальчину и даже супер тусканским вином если вы отдыхая на побережье там форте-де-марми и в я речо в ливорно в хорошей компании друзей с детьми и хотите оторваться на денек от цивилизации это именно тот случай сходить на охоту за трюфелями для детишек это будет увлекательный день а для взрослых уникальная возможность раскрыть все аспекты лесного бриллианта как мы его называем надеюсь что когда мы встретимся в тускане обязательно пойдем в лес на охоту за трюфелем а если вы не сторонники длительных прогулок по лесу и хотите только полакомиться этим удивительным даром природы тогда отправимся только на дегустацию чтобы узнать побольше о тускании об экскурсиях внизу под видео я обязательно оставлю ссылочку на мой сайт каталог как всегда я буду рада вашим комментариям пишите что вам понравилось я конечно не прощаюсь встретимся в следующем видео не забудьте за труды поставить лайк подписывайтесь и кликайте уже на этот колокольчик если еще не кликнули но в принципе вы сами знаете что делать пока чао 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 до следующих видео и совсем-совсем скоро